Добрый день! Более 10 лет назад дизайнер Оскар Ван Девентер предложил угловращательную головоломку в форме кубика, у которой вращаются углы и есть два типа элементов. Иногда можно встретить ее название в виде Oscar Ready Cube. Но прошло уже достаточно много времени, конструкция головоломки слегка поменялась, выпускается другими производителями и чаще ее называют просто Ready Cube. Ready Cube является одной из простых головоломок, на основе которой разработано множество других, более сложных, как в форме куба, так и в форме Додекаэдра. Ready Cube собирается на скорость на чемпионатах по спидкубингу в качестве дополнительной дисциплины. Конструкция головоломки позволяет ее собирать менее чем за 10 секунд. Процесс сборки в основном интуитивный и не содержит никаких особых алгоритмов. Ready Cube имеет всего лишь два типа элементов, это двухцветные ребра и трехцветные углы. Углов 8, а ребер 12, так же как у кубика-рубика 3х3. При перемешивании углы остаются на своем месте, перемещаются только ребра. Поэтому на первом этапе достаточно развернуть 4 белых угла на одну грань. Этот процесс очень похож на то, что мы делаем в самом начале на пирамидке. Достаточно найти, на какой грани есть 4 белых угла. Видим здесь желтый угол, желтый, белый, белый. Значит, на этой грани всего лишь два белых угла. Смотрим на соседние. Здесь есть еще два, то есть всего 4. Значит, именно на эту грань нужно все белые углы развернуть белым цветом. Это делается интуитивно и трудностей не вызывает. Главное, чтобы развернулись 4 белых угла. Расположение белых ребер нам сейчас не важно. Начинать сборку можно с любого из 6 цветов, но я покажу, как это делается с белого. С других цветов все происходит аналогично. После того, как мы правильно ориентировали 4 белых угла, нужно между ними поместить 4 белых ребра. Для этого отводим белую грань вниз и смотрим, что у нас есть на других сторонах. Между двумя бело-зелеными углами должно быть бело-зеленое ребро. Оно может находиться в разных местах и мы рассмотрим все случаи, как его поместить на свое место. Если ребро находится прямо над своим местом, мы вращением любого из нижних углов поднимаем место, где должно стоять это ребро. Вставляем ребро в это место, и возвращаем первое движение обратно. Получается, что белое ребро стало между своими уголками. Если ребро находится на верхней грани, но не над своим местом, то мы либо переводим движением верхних углов на позицию над своим местом, либо можем установить его прямо отсюда. Для этого мы опять же поднимаем место, где должно стоять это ребро, вставляем туда ребро и возвращаем первое движение. То есть получается всего лишь три хода. Если белое-зеленое ребро находится на верхней грани, но сзади, то мы в одно движение переводим его на предыдущую позицию и повторяем тоже комбинацию. Поднимаем место, вставляем ребро и возвращаем. Аналогично мы поступаем, если ребро находится не на верхней грани, а, к примеру, вот здесь. Мы в один ход переводим к удобной ситуации и оттуда уже решаем. Также ребро может находиться на передней грани, рядом со своим местом. В этом случае мы можем сделать пиф-паф, как на пирамидке. Первым движением помещаем ребро на свое место, делаем симметричное движение с левой стороны и отменяем сначала первое и потом второе. Также ребро становится на место. Также с этой позиции можно перевести ребро наверх и решить первую ситуацию. Если ребро находится слева, то мы все делаем зеркально. То есть пиф-паф, мы начинаем с левой стороны. И так же все устанавливается. Для закрепления установим все остальные ребра первого слоя. Посмотрим на оранжевую сторону и найдем бело-оранжевое ребро. Она находится на верхней грани слева. С этой позиции мы можем место для бело-оранжевого ребра подвернуть вот сюда, вставить ребро и отменить первый ход. Ребро на месте. Следующая грань. Здесь мы сразу видим бело-синее ребро, которое находится слева на передней грани. Здесь мы можем сделать левый пиф-паф. Опускаем один уголок, второй уголок, возвращаем, возвращаем. Красная сторона. Здесь мы видим бело-красное ребро на передней грани справа. Можно сделать правый пиф-паф. Первый слой собран. Далее мы ориентируем углы верхнего слоя желтой стороной вверх. Если мы начинали с белой стороны, сверху будет желтое, противоположное. Два желтых угла уже правильно ориентированы. Поворачиваем остальные. Напротив белой стороны желтое. Если вы начинали с синий, то у вас будет напротив зеленое. Если с красной, то оранжевое. Ну и аналогично с остальными цветами. После ориентации угловых элементов мы расставляем по местам ребра второго слоя. Рассмотрим все случаи на примере сине-красного ребра. Расположим ради куб таким образом, чтобы место сине-красного ребра было перед нами. Если ребро находится справа сверху, рядом со своим местом, то мы поступаем следующим образом. Мы отводим ребро либо вниз, либо вверх. После чего подставляем место на ту позицию, где ребро только что находилось, поворачивая передний угол. Вставляем туда ребро и отменяем вот это движение. В какую сторону первоначально отводить значение не имеет. Главное сместить ребро с этой позиции. Аналогично мы поступаем, если находится ребро слева, рядом со своим местом. Мы отводим в сторону. На ту же позицию подводим место ребра. Вставляем ребро. И устанавливаем передний угол в первоначальное положение. Если ребро находится на верхней грани, но в дальней позиции, то поступаем похожим образом. Но ребро как бы уже отведено с той позиции, где оно стояло в предыдущем случае. Поэтому мы сразу подводим место. Вставляем ребро. Устанавливаем в правильную позицию. И возвращаем вот этот угол на место. Аналогично поступаем с левой стороны. Вот сине-красное ребро. Вставить нужно вот сюда. Подводим место на эту позицию. Вставляем ребро. Возвращаем этот угол. Возвращаем этот угол. Ребро на месте. В случае, если ребро находится на среднем слое, мы выполняем опять же 4 похожих движения. Подводим место на эту позицию. Вставляем туда сине-красное ребро. Отменяем вот это движение. Отменяем вот это движение. Следим, чтобы ориентация желтых уголков была неизменна. Если сине-красное ребро находится слева, мы поступаем похожим образом. Подводим на эту позицию место для сине-красного ребра. Вставляем туда ребро. Возвращаем. Возвращаем. Ну и самая дальняя позиция, где может находиться сине-красное ребро, это средний слой сзади. Вот здесь. Отсюда мы можем переместить сине-красное ребро либо сюда, либо сюда. И привести к предыдущим случаям. Предположим, что нам удобнее сделать вот так. То есть мы поворачиваем задний угол по часовой стрелке. После чего получаем знакомую ситуацию, которую решаем. После чего восстанавливаем ориентацию заднего уголка. То есть получается не 4 хода, а 6. Для закрепления установим остальные ребра второго слоя на свои места. Сразу видим зелено-оранжевое ребро. Его нужно установить вот в этот слот. Получается на верхней грани, сзади слева. Подводим место. Вставляем ребро. Отменяем этот ход. Отменяем этот. Дальше мы видим зелено-красное ребро. Его нужно поставить вот сюда. Ну и зеркальная позиция с предыдущей. Подводим место. Вставляем ребро. Возвращаем. И восстанавливаем ориентацию вот этого уголка. Проверяем. Остается сине-оранжевое. На этой позиции. Отсюда отводим в сторону. Подводим место. Возвращаем этот ход. И вот этот. Второй слой. Собрано. Если вы все сделали правильно, то на верхнем слое вас ожидает всего лишь три типа ситуации. Это когда неправильно ориентированы два ребра, четыре ребра или все ребра ориентированы правильно. Но самая простая ситуация это вот такая, когда два неправильных ребра. Все эти ситуации такие же, как на головоломке Дина Куб. Если вы умеете собирать Дину, то здесь будет все то же самое. При условии, что вы заранее ориентировали желтые уголки. Если неправильно ориентированы два ребра, мы ищем ребро, которое стоит на своем месте. В данном случае синее. И располагаем его сзади. Далее мы должны сделать пиф-паф. Либо с левой стороны, либо с правой. Если мы расположили сзади правильно стоящее ребро, то нам остается просто с той стороны, где есть неправильно ориентированное ребро, начать делать пиф-паф. В данном случае с левой. И все собирается. В зеркальных случаях, когда у нас опять же правильное ребро находится сзади, а неправильно ориентированное справа. В этом случае мы делаем пиф-паф справа. Можно заметить, что даже не отслеживая положение правильно стоящего ребра, можно по положению вот этих неправильно ориентированных элементов понять, какой пиф-паф нужно делать. К примеру, если мы начнем делать пиф-паф из такого положения, то желто-оранжевое ребро будет помещаться на красную грань. А так быть не должно. Значит, с этой стороны делать пиф-паф не нужно. Перехватываем, смотрим, желто-зеленое. При первом движении у нас помещается на зеленую грань. Значит, позиция правильная. Просто продолжаем делать пиф-паф. Можно либо отслеживать положение правильно стоящего ребра, либо ориентироваться по цветам. В случае, когда ориентированы неправильно все четыре ребра, мы сначала делаем любой пиф-паф. В данном случае я делаю правый. И получаем предыдущую ситуацию. Нам повезло, и правильно стоящее ребро оказалось перед нами. Поэтому мы сразу обращаем его назад и получаем ситуацию, где нужно сделать левый пиф-паф. Но мог получиться и другой случай, смотря из какого положения вы сделали первый пиф-паф. В случае, когда все ребра правильно ориентированы, но не стоят на своих местах, решается аналогично предыдущему. Правда, здесь всегда можно понять, какие действия делать дальше. Так как ситуация с любой стороны решается одинаково. Делаем правый пиф-паф. Перехватываем налево. И делаем опять правый пиф-паф. С какой бы стороны вы это ни делали, всегда получится точно так же. Зная это, можно слегка ускорить свою сборку. Также для ускорения сборки можно просчитывать первый слой, то есть собирать одновременно и уголки, и ребра. И тем же самым можно заняться при сборке желтой грани. Расставлять ребра второго слоя и ориентировать уголки тоже можно одновременно. Для закрепления покажу два примера сборки. Первый самым простым способом. Второй с небольшими ускорениями. Ищем четыре белых угла, но находим их сразу на этой грани. И разворачиваем в одну сторону. Так, четыре белых угла есть. Далее ищем белые ребра. Вот у нас белокрасные. Можно пиф-пафом сюда поставить. Начинаем слева. Смотрим дальше. Находим вот здесь вот бело-зеленое ребро. Можем его пока не трогать, а поискать другие. Ну, к примеру, вот бело-синее. Бело-синее должно располагаться вот здесь. Соответственно, с этой позиции переводим куда-нибудь поближе. Поднимаем место. Вставляем. Возвращаем. Синее, красное уже по местам. Находим оранжевое. Должно стоять вот здесь. Устанавливаем. Ну, вот зеленое поднялось. Очевидно, что мы можем тремя движениями достать любое ребро с нижнего слоя и поднять его наверх. Но можно просто поставить на место тот элемент, который здесь необходим. И тогда лишний сам поднимется. Остается поставить зеленое. Делаем аналогично. Ориентируем верхние уголки. И собираем ребра. Синий-оранжевый стоит на месте. Синий-красный нужно поставить вот сюда. Отводим в сторону. Подводим место. Вставляем. Возвращаем. Ищем дальше. Вот зелено-оранжевое. Нужно поставить вот сюда. Отводим в сторону. И вставляем. Остается зелено-красное. Так, следим, чтобы ориентация желтых уголков не нарушилась. Ну и остается сделать пив-паф. Два элемента неправильно ориентированы. Красный сразу на красную грань попадает. Значит, делаем пив-паф справа. Редик-клуб собран. Ну и второй пример сборки, где мы будем немного просчитывать. Найдем для начала четыре белых уголка. Раз, два, три, четыре. Мы видим, что рядом с ними в некоторых местах есть еще ребра, которые подходят по цвету. И при сборке первых четырех углов надо бы, чтобы эти связи не нарушились. А еще желательно, чтобы какие-то еще и создались. Давайте хотя бы сделаем так, чтобы оно не нарушилось. Если мы повернем сначала вот этот уголок, то при повороте вот этого мы здесь все сломаем. Но пока оставим. Ориентируем вот этот. Поставим вот эту парочку. Ну и здесь отведем в сторонку. Ориентируем и вернем. В итоге, ориентировав четыре первых угла, мы уже поставили два ребра на свои места. Но также можно было дополнительными движениями подогнать еще какие-то, если бы у нас вот такие пары изначально не были созданы. Белое-красное ставим вот сюда. Нам нужно в эту позицию, но мы можем и с этой стороны это ребро установить. Просто делая то же самое, но и с другой позиции. Остается нам белое-оранжевое. Ставим обычным способом. Далее собирать средний ряд, а мы будем игнорируя положение верхнего слоя. Не то чтобы игнорируя, а делать это будем параллельно. К примеру, вот у нас зелено-оранжевое ребро и зелено-оранжевый угол. Мы, не собирая остальные углы, сразу поставим элементы на свои места. Все это делается интуитивно. Теперь, прежде чем ориентировать синий-оранжевый уголок, мы сюда подгоним каким-то образом синий-оранжевое ребро. Ну, если его найдем. Вот оно. Заодно мы замечаем, что здесь вот сине-красный хорошо стоят рядом. Это тут тоже не хотелось бы разрушать. Таким методом мы совершаем гораздо меньше движений, чем если бы пытались сохранить ориентацию сразу всех четырех углов. Ну, и ставим вот это на место. В итоге мы можем прийти к ситуации, когда у нас все ребра будут стоять на местах, а уголок ориентирован не будет. В конце я покажу, как и это решается. В данном случае такого не произошло, и мы обычным способом просто ставим на место. Ну, и верхний слой решается у нас стандартно. ReadyCube собран. Ну, я говорил вот о такой ситуации, когда все собрано, кроме ориентации одного угла. Такое случается, если собирать ребра среднего слоя одновременно с ориентацией желтых уголков. Решается так же, как одна из классических ситуаций на обычной пирамидке. К примеру, вот такая. Мы опускаем правый уголок и вращаем верхний. Поднимаем правый, в ту же сторону вращаем верхний. Опять опускаем правый, вращаем верхний и поднимаем правый. То есть 7 движений. Этот уголок все время вращается в одну сторону. Этот сначала вниз, потом вверх. Если рассматривать ReadyCube, то вращается правый уголок и левый уголок. Правый будет вращаться вниз-вверх, а левый, ну, тот, который нужно развернуть в одну сторону. Причем в ту сторону, в которую и нужно развернуть этот уголок. В этом случае нужно развернуть его против часовой стрелки. Правый вниз, левый против часовой. Правый вверх, левый против часовой. Правый вниз, левый против часовой. Правый вверх, ну, левый доворачиваем. Здесь получается 8 ходов. Если уголок нужно повернуть по часовой стрелке, то мы, соответственно, вращение этого уголка делаем по часовой стрелке. Опять же, правый вниз, левый по часовой. Правый вверх, левый по часовой. Правый вниз, левый по часовой. Правый вверх, левый по часовой. И эта ситуация решается. В итоге мы получаем, что это не сложная головоломка, которая собирается практически интуитивно. По сути это динокуб, у которого есть уголки, за которыми нужно следить. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.